Привет, друзья, меня зовут Илья. А я Наташа. Привет. Я Дэд. Ну, не хочу, мне не нравится говорить привет. Games. Как видите, друзья, рубрика «Лучшая игра месяца» теперь ведется нами тремя. И я надеюсь, так будет весь 2020 год. Я думал, ты сейчас скажешь, я надеюсь, так будет вечно. Ну, это было бы тоже довольно-таки неплохо. Да что же так от земли осталось-то, у нас же ядерное пепелище, а мы все ведем и ведем, и лучшая игра. Лучшая игра в этом месяце — это вот эти камушки, которые я нашел на помойке, они сражаются с трупом крыски. Я рад, что твое воображение все еще работает на полную катушку. Кто начнет и всегда будет первым в нашей рубрике? Нет, тогда Наташа. Давай, Наташа, ты и я. В этом чудесном году я начала вести учет игр на БГГ. Поэтому теперь я тоже могу, как большие мальчики, объявлять количество своих партий. Мы обещали, мы сделали. Да. Паша, твой донат не прошел даром. Старость, нерадость. Ну, плюс все там... Тысяча рублей. Паша сразу... Все, Наташа, ты и я. Все, Наташа обязана завести аккаунт, отчитываться в нашей ежемесячной рубрике «Лучшая игра месяца». Так что, кстати, у меня вот вопрос. Раз уж пошла такая пляска, Дэн, а что? Пойдешь с нами на лучшие игры месяца записываться? Итак, за январь я сыграла 26 партий в 16 игр, и из них 5 для меня были новыми. Мы играли в основном в довольно простые игры, пати-геймы много, потому что ездили там по нашим родителям. По традиции канала ОМГеймс. Да. Вот. Но сыграли в большие сложные игры, такие как, например, Ктулху Ворс. Но не они стали лучшей игрой месяца. А выбрала я маленькую простую игру, которая называется... Бумажный квартал. Ух ты! Почему бумажный квартал? Хороший выбор. У нее есть один большой плюс. Ей все равно, какое количество людей будет в нее играть. То есть, по сути, можно играть втроем, в семером, в пятидесятером, и даже до девяносто девяти человек. Там до ста, потому что есть сто листов. Типа, если все сразу отыграть, то сто человек. Суть игры очень проста. Вы берете карточки определенные с цифрами и эти цифры записываете на листочки. Таким образом вы строите дома. Все. Собственно, что нужно мне делать. Мне понравилась идея флешмоба на сто человек, давай замутим это в 2020 году, и это будет круто. Только должен быть кто-то еще ведущим, чтобы за всем этим следил. Лучше парочка даже. Да, нам нужен... А лучше мы втроем будем следить, а сто человек будут играть. Например. Да, давайте мы проведем эту шлягу в 2020 году. Вот это я бы хотел. Тогда нам нужна новая коробка бумажных кварталов. И это проблема. Все, отказываемся. Донатьте на флешмоба. Отлично, им нужна аудитория, где будет сто человек. Легко. Можно на луке. Да, вон взять клуб Пашина Куйбышева. Паша на Куйбышева? Да. Паша на Куйбышева. Паша на Куйбышева. Коби Геймс на Куйбышева. Отлично. Кто следующий? А там влезет сто человек туда? Ну, да, по кругу посадим. Я думаю, влезет. Постараемся. По кругу пустим. И пусть. Илья. А, следующий я? За январь 2020 года я отыграл 49 партий в 20 разных игр, 7 из которых для меня были новыми. Я недавно написал отчет об игре, которая стала лучшей. Я могу так, а так делать. За январь. Специально, чтобы зрители познакомились с ней перед выпуском. Что-то напоминаешь мне, знаешь, эти такие янки, которые у меня здесь вот тоже. Как раз лоб свободный. И этой игрой вне конкуренции стал властелин колец странствия в Средиземье. Ура! Да, как рассказывал Дэн в наших итогах 2019 года, мы с Наташей тогда определили лучшей игрой, ну, я определил особняки безумия. А вот властелин колец странствия в Средиземье это наследник, который, как Дэн сказал, лучше, чем особняки безумия. Я в своей статье в Инстаграм написал, что не во всем это так. Ну, не во всем, но в общем с учете. Да, в общем-то он, наверное, лучше будет, потому что я на данный момент прохожу две параллельных кампании, вот на конец января. И еще хочу себе домой третью коробку заиметь, чтобы еще там как-нибудь отдельно поиграть. Вот настолько мне понравился Властелин колец. Это... Ну, я не буду сейчас много расписывать, потому что и Дэн рассказывал уже на канале, и в Инстаграме, и ВКонтакте скоро статья появится, что тоже можно будет почитать, ознакомиться с моими впечатлениями. Ну, в общем, это очень круто. Там целая кампания, которая непрерывно связана из нескольких приключений. Эти приключения оказались гораздо многообразнее, даже чем я представлял, когда рассказывал о них Дэн. Мне очень это понравилось, что настолько проработали игру. Она реально крутая, интересная, захватывающая, механически проработанная, интересная и даже в чем-то инновационная. Так что, ну, тут вообще просто мега игрушка. Прямо два хороших выбора. Странно какое-то, да? Что творится с вами в Games? Где всякое говно и филеры семейные, да? В этом месяце, в январе, я там болел, поэтому я играл не так сильно в праздники, как хотелось бы. Если верить, если верить тому, что написано вот здесь на листочке, в январе я сыграл 27 парчей, а нарчей, я сыграл 27 нарчей. Сел на нары? Да, нет. Я их даже специально привет стал говорить. Как в тумберское слово, да? Да, 27 вот этих нарчей я сыграл в 20 игр, 11 из которых для меня были новыми, и кроме того, в этом месяце я попробовал 4 новых дополнения к старым играм. При этом в этом месяце я играл в Run Wars, который входит в мою десятку любимых игр, ну, поскольку я в него 10 лет уже играю, как бы, ну, как-то странно его делать игрой месяца. И играл в Venus я в первый раз, но тоже, как бы, который мне тоже очень понравился, но, нет, они оба не стали игрой месяца. А, внезапно, внезапно. Это, кстати, Илья, ты бей, у нас сейчас будет исторический момент, у тебя игра более хардкорная, чем у меня. Полегче. У меня внезапно стала игрой месяца игра, которая называется Ticket to Ride Rails and Sails. О, ты впервые сыграл в нём в дворе? Да, да. Я тебя поздравляю. Это лучший Ticket to Ride, по моему мнению. По моему мнению, это вообще бомба. Это лучший, действительно, Ticket to Ride. То есть, я много Ticket to Ride всяких играл, но... Ну, купим и сыграем. Этот Nordic Gatres пока никто для меня не мог обойти, но вот Rails and Sails, несмотря на то, что там есть вот такой запинательный момент, довольно явный, когда... То есть, когда игрок... Ну, там же быстрые ходы по одному действию, и когда игрок набирает карты с рынка, они там, как правило, с другим игроком сразу же автоматически выкладываются. Это как бы сохраняет динамику. А в Rails and Sails там две колоды, и когда ты берешь карту, ты сам решаешь, из какой колоды дополнить. И вот этот вот момент решения, особенно люди, привыкшие к обычным Ticket to Ride, они тут начинают в первой партии подтормаживать с этим. Он как бы, ну, чуть-чуть так на полшишечки просаживается динамика, но это только там до середины партии, и потом все идет уже нормально. И, может быть, просто так сложилась партия, может быть, что, но это была самая напряженная и мощная вот партия из всех, которые я когда-либо в Ticket to Ride играл, и Ticket to Ride Rays and Sails мне очень сильно понравился. Ну, огонь! Огонь! Я хочу сказать спасибо Юле Воробьевой, в клубе которой два кота я в Новосибирске в нее впервые сыграл, в 2018-м, получается, году еще, или в 2019-м. Не, я просто очень рад, что теперь и ты в нее сыграл, и она тебе ненадолго вернула веру в эту серию, так сказать. Я никогда в ней не сомневался. Никогда не сомневался, но хорошо. Да, я хотел еще сказать, друзья, насчет вот Run Wars, я читал твой отчет, я хочу сказать, что сейчас Дэн еще будет свои отчеты сам выкладывать, я думаю, все чаще, в группе One Games ВКонтакте, так что присоединяйтесь и туда, читайте там его статьи, мои статьи, может и Наташа у нас, она дошла до приложения в этом году. Надо потом в следующем стриме сбор средств на отчеты Наташи, короче, собирать. Это практически уже краудфандинг такой, почти бум-стантер. Ну, огонь! Огонь! Вот такие наши лучшие игры. Итак, бумажные кварталы, Властелин колец, Странствия в Средиземье и Ticket to Ride, Rails and Sails. Огромное вам спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующих выпусках лучшей игры месяца. До новых встреч. Пишите свои лучшие игры месяца, всегда же по традиции у нас это было. И до новых... Ну, пока. Пятюню давайте. Да. Круговую. Бам! Блин, я же хотел пошутить, что я сыграл в 14 партий 88 игр, но ладно, в следующий раз. Спасибо.